Издательство Бомбора. Океан книг. Татьяна Мужицкая. Брать, давать и наслаждаться. Читает автор. Ну, то есть я. Предисловие. Что такое БДН? Вот одно из чудес, творимых любовью. Она дает очарованному ей человеку силы смотреть на мир, не разочаровываясь. Клайв С. Льюис. Я чувствую, что падаю. В груди становится холодно и пусто. Ноги подкашиваются. Директор моей тренинговой компании Макс Дранко обреченно повторяет. Ну, понимаешь, я проанализировал ситуацию с ковидом. Все очень серьезно. Гораздо серьезнее, чем ты думаешь. Поэтому мы ставим наш тренинг-зеркало на паузу. Мы не будем его проводить, пока пандемия не закончится. Понимаешь? Мир на мгновение затягивает влажные перена. И в следующую секунду щеки горячеют от слез. Я начинаю рыдать. Просто рыдать, как потоком просто, каким-то водопадом. Так я вообще, наверное, никогда себя не веду. Макс ошалело на меня смотрит, и он такой реакции точно не ожидал. Я от себя, если честно, тоже не ожидала такой реакции. Ты чего? Он округляет глаза. Я же за тебя волнуюсь, за твое здоровье. Я уберечь тебя хочу. Так ты меня не убережешь. Так ты меня только угробишь. Я задыхаюсь. Тренинги наполняют мою жизнь смыслом. Понимаешь, тренинги — это вообще вся моя жизнь. А ты хочешь меня их лишить? Я пытаюсь сдерживать рвущееся наружу рыдание и не могу. Послушай, Тань, Макс старается говорить вкратчиво. Это, понимаешь, слишком опасно и для тебя, и для участников. Но я не хочу его слушать, потому что тренинги — это вся моя реальность. Я ими живу, я ими дышу. И что, и как, и где мне теперь брать кислород? Чем? Чем мне дышать и чем мне жить? Тогда, в начале пандемии, я не была одинока в своем отчаянии. Похожие чувства испытывала, наверное, добрая половина страны. Да что там страны? Планеты, я бы сказала. Человек — вообще удивительное существо. Когда у него полно энергии, силы, здоровья, ему не приходит в голову даже задумываться о том, где и как восполнить израсходованный ресурс. Правда? Ну, потому что прямо сейчас и здесь он же у него есть. Мы много лет жили в режиме свободы действий, перемещений, принятия решений, ну и привыкли, естественно, к этому. Буквально три года назад жизнь была просто невероятно хороша. Это я заявляю как 49-летний человек, которому есть с чем сравнивать. Пожалуй, это было вообще лучшее время в новейшей истории нашей страны, а почему бы и да. Кто-то заряжался на работе, самореализация, дружный коллектив, улыбки, флирт, там покурили, поругались, вообще бурдая жизнь. Кто-то черпал силы в путешествиях, заработал денег, смотался в Ниццу или в тайны неделю. Нам казалось, что теперь будет только так и никак иначе. Люди играли в жизнь, мечтали, строили планы, публиковали в соцсетях списки целей, да? Было дело? Вот. Но все изменилось. Ноу-путешествия, ноу-корпоративы, все источники наполнения, рестораны, кинотеатры, спортзалы, бильярдные и прочие клубы по интересам оказались прикрыты в одно мгновение. Помните это время? Самоизоляция. И все. Ну что, с чем мы остаемся? Два ребенка, три кота, четыре стены. Жизнь нас к такому точно совершенно не готовила. Вообще никогда. И где брать ресурсы? И как себя наполнять? И откуда вообще взять силы на то, чтобы снова сделать жизнь комфортной? Все привычные схемы и подпитки рухнули в одно мгновение. В воздухе повис стойкий запрос на то, чтобы встряхнуться, оживиться, обновиться, справиться с выгоранием, преодолеть кризис в отношениях, найти в конце концов новые источники энергии. Ну, в каком-то плане, это экзистенциальная мировая история. Человечество приблизилось к состоянию реальности из мультика Валли. Помните такой мультик? Видимо, мы достигли уже той степени ожирения, когда Вселенная решила пнуть нас просто с комфортных диванчиков со словами «Люди, жить завтрашним днем глупо». А в новой реальности мы не знаем, что будет завтра, и не можем знать. И речь, конечно, не о падающих кирпичах, а буквально об отсутствии возможности строить планы. Купили билеты в Турцию? Забудьте, границы закрываются. Хотели отпраздновать день рождения с родителями? Откажитесь. В их городе резкий всплеск заболеваемости не стоит подвергать стариков опасности. Мы больше не можем опираться на план. Теперь опорой становятся только собственные силы и связь с внешним миром, с людьми, природой и временем. В наших силах окружить себя доступными источниками энергии, создать свой микромир, микросадик и стать его садовниками. Ну вот, в этой книге я и расскажу, как это сделать. Как вернуть себе равновесие здесь и сейчас, не прибегая к проверенным средствам вроде походов в кино на бокс или в бар. Мы будем обращаться только к тем ресурсам, которые есть в нашем распоряжении всегда. Мы будем создавать внутренние опоры, которые никто и никогда не выбьет, потому что они часть нас. И все это мы сделаем, как я люблю, как, правильно, легко и радостно. Это с книги в книгу я буду повторять и никогда не перестану, мне кажется. В этом основу предлагаем и, собственно, мной концепция БДН, которая переводится как брать, давать и наслаждаться. Если у вас какие-то другие возникли ассоциации, это не ко мне. Именно эта концепция БДН позволит нам без труда находить и получать энергию, даже если все вокруг летит к чертям. И концепция эта до безобразия проста. Но я считаю, что вообще работают только простые схемы. Чем сложнее схема, тем больше надо энергии на то, чтобы ее познать и использовать, а значит, как правило, она будет сделана идеально и никогда. И вообще, чтобы жить и радоваться, необходимы только две вещи. Во-первых, жить, а во-вторых, радоваться. Хэштег из подсмотренного. Ну вот, именно так. Я предлагаю вам, дорогие слушатели, научиться брать, давать и наслаждаться. Кто скажет, слишком просто? Ну, не совсем. В каждое из этих слов я упаковала целую систему психологических практик, если хотите. Мы шаг за шагом и день за днем, глава за главой будем изучать самих себя, своих близких, свое пространство и извлекать из неожиданных, доступных нам в каждую минуту буквально мелочей, массу энергии для жизни и счастья. Что брать? Кому давать? Чем наслаждаться? Давайте вместе пройдем этот путь и найдем ответы на все эти вопросы. Как это сделали более 500 участников одноименного марафона, который мы провели осенью 2020 года. В спирали брать, давать и наслаждаться с нами кружились люди со всего мира, всех социальных слоев в возрасте от 18 до 73 лет. Ну, это были в основном женщины, но и мужчины там были тоже. И я до сих пор получаю огромное количество писем благодарности. Это, конечно, дико приятная сторона жизни автора. Потому что метод работает. Каждый из участников марафона сделал бы Дэн частью своей жизни, чем навсегда изменил ее. Будем считать, что они насовсем остались здесь, в ваших наушниках. Ну, подобно мухе в янтаре. Чтобы нам было проще понять, как еще это может работать. Вы узнаете обратную связь, которую дали участники марафона. Если вы читали бумажную книгу, то по курсивному шрифту, но в нашем аудиоформате по вот такому звуку. Если вы слышите этот звук, в начале и в конце сообщения это означает, что это цитата кого-то из участников марафона. Мне кажется, нам просто будет это понять. Разберемся же. Так как выборка вполне репрезентативна, мы, опираясь на свой антинаучный подход, считаем, что теория на практике успешно проверена. Проверена, мин нет. И да, я, кстати, это проверила сама. Ну и что еще вам сказать на эту тему? Да, я это проверила сама, на себе. Я сапожник в сапогах, вот. Я проверила это на себе, и действительно вся моя жизнь изменилась. Помните же, с чего все началось, да? С падения в пропасть во время пандемии. Так вот, именно новые опоры не позволили мне провалиться. Я прошла и, естественно, все еще прохожу круги БДН, открываю новые грани самой себя и этого мира. И честно делюсь этим с вами. Красной нитью втканитой книге вплетена, никогда не думала, что я это вообще когда-нибудь скажу, история о моей любви. Это одна из самых сильных опор. Она родилась, росла и проходила все стадии развития вместе с концепцией БДН. Да, я, конечно, психолог, да, но, блин, ну психологи тоже люди, вот. Никак по-другому я не могу это объяснить. История эта продолжается, и я ее проживаю прямо сейчас, пока работаю над рукописью, и прямо сейчас, пока вот начитываю, она продолжается. И я понятия не имею, если честно, что с этой историей будет на момент выхода книги, или на тот момент, когда вы слушаете ее. То есть я нахожусь, в общем-то, ну, если честно, в довольно уязвимой позиции, без всяких гарантий. Ну, а с любовью иначе и никогда и не получается. Так что, товарищи, в общем, если вам краснею прям, если вам хочется романтической комедии, каковой стала моя жизнь во время работы над книгой, то вы можете купить бумажную версию книги и читать там только выделенный оранжевым цветом текст. Ну, и не пудрить себе мозги прочими заморочками. Ну, или наоборот, там оранжевые буквы пропускать, идти строго по теории и практике. Но мы же с вами находимся на территории аудиоверсии книги. А, значит, у вас нет выбора. Да. И вам придется слушать все эти мои романтические бредни, потому что я их считаю совершенно прекрасными. А узнаете вы их вот по такому звуку. Вначале и в конце. Вы увидите, как с каждой главой меняется жизнь автора, то есть меня. Как изменяется жизнь участников марафона БДН. Возьмете себе открытия, которые они совершили на этом пути. Возьмете себе эти простые практики и внедрите их в свою жизнь. И тогда вы сможете увидеть, как вдруг преображается мир вокруг вас. Я уверена, что вы обязательно это увидите. Наверняка что-то из того, что я вам буду говорить, вы уже давно знаете. Но ничего удивительного. Я же не первооткрыватель. Я вообще-то популяризатор. И судя по тому, что читатели пишут о предыдущих моих книгах, у меня это получается очень даже хорошо. Поэтому я продолжу придерживаться выбранного направления, популяризировать и интерпретировать уже существующие знания. Ну и зову вас, конечно же, с собой. Тем более, что обычно, когда мы с вами вот в таком диалоге находимся, это происходит легко и радостно. На самом деле, очень просто на этом свете люди жить. Вы просто правил не читали, нажали сразу «I agree». «Стишки-пирожки». Часть первая. Заготовки. Здесь мы с вами поговорим о том, откуда взялась концепция БДН, как я нашла ей подтверждение на практике, и что нужно сделать, чтобы подготовиться к работе с нашей аудиокнигой. Глава первая. «Байкал дает совет» или «Рождение концепции». Ольхон. Август 2020 года. Я лежу в гамаке и, не отрываясь, смотрю в небо. Оно такое большое, попрошусь, возьмет на ручки и покачает. Маленькая рыжая девочка внутри меня растекается усталостью. Ей хочется плакать. Этот остров — место моей силы. Здесь я питаюсь от всего. От земли, от воды, от ветра, от деревьев, облаков. Подключаюсь к каждой доступной вселенской розетке, а их там много. Ну, зачем? Чтобы потом заряжать других, конечно. Даже когда весь мир летит в тартарары, это моя работа. Вся моя жизнь — работа. Работа с людьми. Давно еще, лет с 18, наверное, моя реальность строится вокруг нее. Все мои друзья из психологии. Вместе со вторым мужем я вела тренинги. Да, работа у меня, конечно же, фантастически прекрасная. Она вообще, если честно, самая лучшая на свете. Но все же... Все же я вдруг осознаю, что я не умею жить вне работы. Ну, просто так, для себя, не умею. И слезы текут по щекам, смешивая весь мир вокруг в одно бесконечное полотно звездного неба. Набухшие звезды срываются с места и медленно падают, оставляя золотистый след. Мелкие звездочки вспыхивают и исчезают в мгновение ока. Ну, как вот тут успеть загадать желание? А я вообще чего желаю? Ах, чего тебе хочется, Танечка? А хочу я любви. Да, вот любви хочу. Хочу любить. Хочу снова этот бесконечный источник вдохновения и силы. Хочу весной крылья, в конце концов. Я вообще уже забыла как это. Я заархивировала после развода все файлы вообще с таким названием. Положила на себя болт. Это было 10 лет назад. Но вообще хочу я именно этого. Это правда, вот если искренне. Хочу любить так, как будто это вообще последний миг на земле. И чтобы мои чувства были взаимны, хочу, вот. Чтобы для него, например, это время со мной было таким же ценным, как и для меня с ним. Чтобы мы захлебывались в резонансе направленных друг на друга любящих глаз. Ну, можно же так? И чтобы мы еще наговориться не могли никогда. Чтобы нас вообще вот физически друг к другу влекло. Прямо иррационально и неостановимо. Ну, можно же! Почему никогда мне это в голову не приходило? Вот, еще что важно, да. И, пожалуйста, Вселенная, пусть это будет легко. Можно? Очень легко. Дорогая Вселенная, вот-вот. Вот, вот таких отношений хочу. Пожалуйста, можно для меня. Не для работы, а для радости. Ну, правда, вот хочу отношений для радости. В любви. Можно? Конечно, можно. Вдруг отвечает мне Байкал. Ой, это что это? Это мне показалось? Плачу, смейся. Снова слышу я незнакомый на такой родной и сильный голос. «Открывай сердце для любви и для всего мира, и да пребудет с тобой счастье. Ведь рецепт прост, и ты его знаешь. Брать, давать и наслаждаться. Больше ничего не нужно». И тут я вернулась в реальность. Скоро рассвет, и как это я вообще умудрилась уснуть в гамаке, на ветру. Но так было хорошо на ручках у Байкала. А я, кстати, любое загадывала во сне или наяву. Я что-то не помню. И почему на этот запрос такой странный был мне дан ответ? Брать, давать, наслаждаться. Катаю я вот так сейчас на языке эти слова. Брать, давать и наслаждаться. Брать, давать и наслаждаться. БДН какой-то. Что это такое? Ну и, кстати, вот мое желание, оно ведь не про замужество. И оно ведь даже не про мужчину. Оно про наслаждение. Оно про энергию. Про то, что я хочу находиться в сильном чувстве. И тогда все вокруг обретает совсем другой смысл. Только я, несмотря на то, что я фея, можно, понятия не имею, как такое желание исполнить, если честно. Как будто бы его реализация лежит за пределами моей ответственности от слова «совсем». Я могу своими руками построить дом, заработать денег, придумать курс, сочинить стихи, накормить детей. Могу организовать обучение. И вообще много всего могу. Вообще дофига всего могу. А тут, ну... Ну, как будто вот история любви — это больше меня. И я не в силах ей распоряжаться. Во всем этом, конечно же, есть смысл. Моё бессознательное неспроста выдало такое решение. И теперь задача сознания — разобраться в нём. Ну что ж, поиграем с Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Попробую превратить полученное послание в систему. Ему же тоже система приснилась. Вот и мне система приснилась. А расшифровывать-то надо её наяву. Так, с того дня фокус моего внимания безвозвратно сместился. В последующие дни на Ольхоне мой инженерный мозг погрузился в переработку информации. Беру ли я? Даю ли я? Говно ли я? Ой, нет, не сюда, простите. Наслаждаюсь ли я? А, интересные вопросы вообще так-то. Получать удовольствие я умею. На все сто наслаждаюсь жизнью, работой и людьми. А точно умею? Ну ладно, не одна я зациклила свою жизнь на работе, наверняка. Многие так живут, правда же? Вот вы, наверное, тоже живёте так. Кто-то беззаветно отдаёт себя делу, но при этом, правда, ничего не получая взамен. Кто-то черпает энергию в самореализации, а кто-то спасается от быта. Но во всех этих случаях история получается, честно говоря, кривенькая какая-то. Однобокая. Если работа — источник ресурса, то на что же мы приобретённый ресурс тогда расходуем? Редко встречу человека, летящего домой на крыльях с работы. Чаще люди так как-то, знаете, приползают без сил, падают на пороги и параллельно раздражительно покусывают близких. Как вот в этом анекдоте. Вы кто? Добрая фея. А почему с топором? Да настроение как-то не очень. Из подсмотренного. С точки зрения здравого смысла мы должны вообще-то сперва наполняться, а потом уже полученную энергию реализовывать в творчестве. Согласны? Вообще-то в любом творчестве, будь то финансовый отчёт, глиняный кувшин, ну или коучинговая сессия. Так устроен мир. Сперва заправляем бак автомобиля, а потом едем. Сначала заряжаем телефон, а потом звоним целый день. Сначала нужно напитаться энергией и только потом трансформировать её в результат. Ну, это же, скажете вы, элементарно. Таня, ты зачем нам это говоришь? А вот почему-то у современных человеков по-другому всё. Диссонанс какой-то. Если решение в этих трёх буквах B, D и N, значит, тогда получается моя основная задача превратить их в концепцию. Концепцию эту изучить и трансформировать в набор конкретных действий. А уже затем с её помощью изменить свою жизнь. Ну, естественно, не только свою, вот и вашу ещё заодно. Угу. Рассуждая так, я вдруг осознала, что же сказал в моём сне мне Байкал. B, D, N, получается, это формула постоянной энергетической наполненности. Решение, которое так необходимо людям постковидного мира. Да, я пока ещё не понимаю, почему именно этой формулой Байкал ответил мне на просьбу о любви, потому что это опять вроде как про работу. Но чувствую, что объяснение скрывается здесь же. Так, брать, давать и наслаждаться. Я действительно всегда живу так, но никогда не задумывалась специально об этом. Для меня это как дыхание. Но теперь, когда я сконцентрировалась на построении системы, каждое из этих трёх слов стало наполняться для меня новым особым смыслом. И началось всё это со слёта шаманов на Ольхоне, который называется Тай Ла Ган. Меня пригласили на него через несколько дней после диалога с Байкалом. Если честно, ехать я не очень хотела. Но мне сказали, ты что, от такого не отказываются? Если тебе что-то дают, неважно кто, друзья, начальник, судьба, бери! Ой, кажется, это становится первым ключом к пониманию принципов БДН. И я формулирую для себя правило, как первое заклинание. Если предлагают, бери! Ну что, поехала брать. И, в общем-то, совсем не пожалела. Вернулась напитанная энергия впечатлениями и новыми знаниями. Например, шаманы рассказывали, что дары природе или духом места можно преподносить не только там молоком или какими-то ещё ритуальными историями, но можно преподносить дары просто песней, танцем или рассказанной сказкой. И это меня очень впечатлило и переключило на следующий пункт в концепции давать. Через пару дней после Тайлагана к нам пришёл Семён, хозяин маленького Ольхонского турагентства. Сказал, ребят, вы знаете, очень нужна ваша помощь. Загорелся автобус, пассажиров мы спасли, но их вся ручная, кладь и весь багаж, честно говоря, всё погибло. Не могли бы вы нам помочь и собрать что-нибудь из одежды? Ну и я в этот момент просто отдала сумку со всеми своими вещами. Ни секунды не задумываюсь. Вообще не думала, что там лежит. Но знали бы вы, сколько я в этот момент получила в ответ тепла. Потому что среди пострадавших оказалось довольно много женщин, как бы это сказать, моей комплекции. А я, в общем, не 90-60, 90 от слова совсем. Получилось, что они такие тоже были крупные женщины, и поэтому мои вещи им оказались как нельзя кстати. И я, конечно же, не за спасибо делилась этими вещами, вообще не думала об этом. Но их благодарность, она вот как-то меня несколько дней согревала. И, может быть, даже не их благодарность, а понимание, что я что-то очень правильное сделала в этот момент. Это был прямо настоящий искренний порыв. Поэтому родилось моё второе заклинание. Если хочешь и можешь, давай. Тогда я стала наблюдать за этой связкой, брать и давать. В чём её сила и как с ней правильно взаимодействовать. Ведь здесь очень важно не брать чужое и не отдавать лишнее. Это такая, в общем, не очень простая история баланса. Идея-то понятная. А как это сделать-то? Система правил стала вырисовываться всё более и более чётко. В одной из ближайших поездок по острову я осознала, как мне нравится арендованный мной автомобиль Hyundai Sonata. Она шла по ухабистым дорогам Ольхона, как будто вообще по зимнему зеркалу Байкала идёт. Это ещё надо сказать, что я дико сопротивлялась, когда мне её пытались всунуть, чтобы я её взяла в аренду, и говорила, да вы что, там такие жуткие дороги, вы мне такую машину предлагаете. А ребята в агентстве говорили, это хорошая машина, поверьте, у вас всё получится, вы будете довольны. И действительно, я каждый момент, когда действительно машина шла очень хорошо, я вспоминала этих ребят добрым словом, а после поездки я сфотографировала машину со всех сторон в очень красивых видах Ольхона и отправила ребятам в прокат отзыв с благодарностью. Ребят, спасибо, что посоветовали именно эту машину. Она видела совершенно дурацкой для Ольхона, оказалась идеальной. Отправила им и прям ещё больше восторга ощутила. Вот оно, вот тесное сплетение в состоянии брать и давать. Этот гармоничный круговорот энергии открывает возможность ещё ярче наслаждаться моментом. Наслаждаться жизнью, что там момент, Господи. Когда ты без сомнений берёшь предложенное, искренне, безусловно, делишься тем, что у тебя есть, то ты становишься проводником энергии, и она питает тебя. И от этого ты получаешь удовольствие. Бинго! Кажется, я близка к разгадке. В тот же вечер мы с детьми и друзьями сидели дома. Пошёл сильный дождь, прямо очень сильный, на улицу не выйти. Но есть-то хочется. И тогда мы начали изучать закрома, и обнаружили банку мёда, варенье из шишек, вязаные носки, новую настольную игру и запасы доширака. Мальчишки приготовили из него пирожки. Это казалось, кстати, очень вкусно. Было так здорово, что за удовольствием вообще не надо никуда ходить. Всё есть, прямо тут. Вот. Вода есть, камин есть, дрова есть, огонь, куча книг и настольных игр, море еды. Дождь запер нас в доме, чтобы мы осмотрелись вокруг, посидели и оценили то, что мы имеем. Ведь мы вечно носимся без оглядки и не можем даже понять, в каком прекрасном месте мы живём. Вот сумку с завалами доширака мы обнаружили совершенно случайно. Оказывается, что она тут с прошлого года лежит. Как-то мы же её не съели, непонятно. В чудесной компании мы наслаждались моментом. Действительно, именно наслаждались. И тогда концепция «брать, давайте наслаждаться» кажется, стала для меня абсолютно понятной. Родилось третье заклинание «Наслаждайся жизнью здесь и сейчас». Да, действительно, это же так просто. И так не просто одновременно. Но я понимаю, как с этим взаимодействовать. БДН оформилась, и я поняла, как сделать из неё систему конкретных практик. Я поняла, что готова делиться ей с миром. И именно в этот момент мне приходит сообщение в Телеграме. Молодой парень по прозвищу Кит. Один из участников тренинга в Москве. Мы как-то списывались по несущественным вопросам просто так. Вообще-то было уже прилично поздно и безумно хотелось спать, но вспомнилось, как он написал мне последний раз «А какую музыку ты сейчас слушаешь? У меня в наушниках это». И пока я писала ответ, что слушаю Dead Can Dance, он мне прислал песню именно этой группы. Посмеялись с совпадением. Если честно, группа вообще далеко не самая распространённая. В голове снова зазвенело «Если предлагают, бери». Ну, хорошо. Я открываю его сообщение. «Остановись в мгновении, ты прекрасна!» пишет Кит и добавляет фотки с отснятыми собственноручно пейзажами Камчатки, где он сейчас находится, и снова присылает музыку. «Хм! Ой!» Это разогнало сон. Мне почему-то вдруг стало бесконечно хорошо. «А что это за песню такую ты мне прислал?» спросила я его. «И почему именно эту?» «Да не знаю, просто попалась. А что?» «Ну, как тебе сказать?» «Я вообще тут размышляю над вопросами бытия. Весь июль я слушала Гребенщикова, у него вышла такая песня «Не судьба». И там для меня главными были строчки «Да, надвигается шторм, шторм — это я». Я вот недавно задала себе вопрос. Ну, себе задала, мирозданию задала, Байкалу, всем. «Вот хорошо, допустим, я умею быть штормом. А что после шторма?» Это очень важно. «Вот после шторма что?» Я не могла найти ответ на этот вопрос. И тут только что, прямо сейчас, ты мне присылаешь какую-то англоязычную песню, которая начинается со слов «after storm». Прямо то, что я спрашивала, то есть после... Я знаю, что «сторм» переводится иначе, но для меня это прям... А после шторма... И дальше я начинаю слушать, а там что-то про смелость открыться свету и неизвестности. Ты вообще кто такой? Ты что, мысли мои читаешь? Мы погрузились в переписку часа на три, наверное. Я отправляла ему фотографии Ольхона, рассказывала про шаманов, как мы с друзьями играли на варганах деревьям. А мы, кстати, действительно с друзьями играли на варганах деревьям. Вот такое подношение делали духом леса. Он очень удивился и попросил подробностей. Мы делились мурашечными историями, какими-то из жизни, из детства. В общем, в эту ночь какая-то была удивительная штука, связанная с этой перепиской. Как будто мы открыли друг другу такие переживания, которые поднимают на поверхность очень глубокие внутренние слои. Это не просто какая музыка тебе нравится, это что-то совсем другое. А на прощание он просто прислал смайлик со словами «Обню». А я... Со мной произошло что-то удивительное и прекрасное. Как будто бетонный саркофаг, под которым много лет находился атомный реактор моего сердца, дал трещину. И я совершенно неожиданно на очень большом расстоянии вдруг почувствовала и ощутила этого человека. Нет, не человека. Я вдруг ощутила мужчину этого. Ой. Не-не-не-не-не, подождите. Этого не может быть. Этого не может быть. Нет. Нет. Это как в стишке-пирожке. Мы познакомились в дороге, смеясь, играли в города и незаметно скоротали года. Что это получается такое? Подождите. Так, сейчас. Когда ты честно берешь, даешь и наслаждаешься жизнью, ты меняешься? Тогда неизбежно меняется мир вокруг тебя, и твои желания начинают исполняться. Угу. Ух, еще не раз. Еще не раз в этой аудиокниге я повторю. Любовь — это бесконечный источник ресурса. Любовь к противоположному полу, к детям, к животным, к жизни, ко всему миру — все это может наполнять, буквально питать нас, как технику заряжают от розетки. Пожалуй, это самый первый путь к наслаждению. Самый верный источник и благодарный приемник даров. Наверное, поэтому в моей жизни БДН и любовь сплелись в одну историю. Ну, вот в эту книгу. Когда нет веры и надежды, Семен не плачет, как слабак. Он набирает номер Любы. Алло, любовь, ну я зайду. Стишки-пирожки. И, конечно же, я вас приглашаю пойти со мной дальше и изучать все доступные источники подпитки. Доступные даже тогда, когда весь мир катится к чертям. Я абсолютно уверена, что мы, люди, способны получать ресурс из всего, как алхимики. Вот растения, например, они умудряются из всего добывать воду. На моем любимом ольхоне очень много разных цветов, трав и кустарников. Но поскольку там очень ветрено и сухо, у всех растений на ольхоне очень мелкие и покрытые ворсинками листики. С помощью этих ворсинок они могут запасаться влагой. В каждом человеке есть тоже такие свои ворсинки. В нас природой заложен механизм, который позволяет аккумулировать гигантское количество энергии. Ее хватит, чтобы взорвать вселенную, наверное, построить город, зажечь пару тысяч звезд, родить сотню детей и всех воспитать отличными людьми. Но мы привыкли жить в условиях тотальной экономии. Мы постоянно повторяем себе «Эй, я потратил сегодня слишком много сил, мне срочно нужно закрыться от всех, обнять кота, съесть полкило мороженого и надеяться, что за вечер я накоплю чуть-чуть энергии, чтобы прожить следующий дурацкий день». Тьфу! БДН – это подход или концепция, которая превращает нас в мощнейший энергетический перекресток, делает нашу жизненную энергию неисчерпаемой, понимаете? Дает нам силы сворачивать горы и, может быть, вот как и мне, открывает способность любить. И все же тремя буквами, конечно же, концепция не исчерпывается. Нас с вами ждут впереди практики, работа над собой и своим пространством. В общем, хватит слушать меня просто так, пойдемте уже вместе на этот путь трансформации. Ну, обещаю, скучно не будет. Хэштег «Будем действовать наверняка». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok